Черных лесорубов поймали с поличным в Хехцирском заказнике. На особо охраняемой территории браконьеры заготавливали на продажу елки. До Нового года еще полтора месяца, но охота на деревья пихтовых пород у браконьеров уже началась. С подробностями Ирина Забродина. Браконьерский схрон. Все это спиленные верхушки пихтовых деревьев. Ведется оперативная съемка черных лесорубов. Госинспекторы выслеживали, чтобы поймать с поличным. А кто альпинисты из вас? Вместе пойдете. Как не надо? Ваша жадность купила. Вы вчера пошли именно проверить, лежит ваш материал и не лежит. Ушли-то вы вчера, в час дня уже. Следом за вами хвостом и шли. Застали на месте преступления двух хабаровчан и 85 срубленных макушек деревьев. Работали браконьеры профессиональные с максимальной осторожностью. Один из нарушителей отрицать не стал, признался, что занимается таким бизнесом не первый год. Они залазили на макушке пихтовых пород и с помощью ручных пил, с помощью ручных замечу, чтобы не было никаких подозрений, звукопилы, бензопилы, ручной пилой отпиливали макушку. Опять же, по рассказам браконьеров, пилить деревья они, как правило, начинают уже в середине октября. Заготовкой занимаются примерно месяц. Ближе к празднику везут на центральный рынок. Самые красивые развозят персонально на заказ. Большинство деревьев здесь уже помечено. Ну вот, допустим, адрес написано Ленина. ТСЖ на Ленина было. ТСЖ, по-моему, на Гоголя, насколько я помню. Ну и также именные подписи. Там Эльдар, там еще что-то. Сейчас на месте рубки деревьев работают специалисты лесного хозяйства и полицейские. Оценивают ущерб нанесенной природе. В любом случае, черным лесорубам уже придется заплатить штраф до 4 тысяч рублей за противоправные действия на территории заказника. Плюс к этому за каждую спиленную макушку от 3 до 4 тысяч рублей. По примерным подсчетам это уже свыше 300 тысяч рублей. А может все закончится еще и уголовной ответственностью. Если инженер лесного хозяйства подтвердит, что данное дерево после того, как макушка была спилена, в дальнейшем погибнет, соответственно, это уже уголовная статья. То есть рубка была осуществлена до степени прекращения роста. Сотрудники филиала Большихекцирский предупреждают, на особо охраняемых территориях усиленно патрулирование лучше не рисковать.